Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Праздничные мероприятия к 75-летию атомной промышленности. Более 530 тысяч рублей выделил концерн «Росэнергоатом» на благоустройство поклонного креста в селе Богданово. Выставка продажа кулинарных и кондитерских изделий. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 2571 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Турбогенератор номер один первого энергоблока находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 28 дней сентября составила более полутора миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 289 миллионов. С начала года выработано более 15,1 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 620 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 28 сентября большой праздничный концерт, посвященный 75-летию атомной промышленности России, объединил жителей Десногорска, работников Смоленской АЭС, подрядных организаций и всей отрасли. А телемост «Перекличка атомных городов» дал возможность в прямом эфире поздравить коллег из 25 городов большой страны Росатом. На центральной площади города выступили арт-группа «Сопрано» турецкого и творческие коллективы Десногорска. Состоялся телемост «Перекличка городов», прямая трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Телемост открыл генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он поздравил атомщиков с 75-летием отрасли и профессиональным праздником. Днем работника атомной промышленности. Поздравляя вас с нашим общим профессиональным праздником, я от всей души говорю искреннее спасибо каждому из вас, вашим родным, вашим близким за организованность, выдержку и умение справляться с трудностями. Желаю вам доброго здоровья, новых профессиональных высот, счастья, удачи, семейного благополучия вам и вашим близким. Дорогие друзья, я искренне вас поздравляю с нашим профессиональным праздником. Отдельные слова благодарности ветеранам, которые сооружали и город, и атомную станцию. Я хочу пожелать нам сегодня абсолютного оптимизма, веры в наше будущее, благополучия ваших семьям. С праздником, дорогие друзья. Заместитель губернатора Смоленской области Константин Никонов поздравил атомщиков с праздником и отметил эффективное сотрудничество атомной отрасли и администрации Смоленской области, направленное на повышение качества жизни людей. Глубоко благодарен руководству государственных корпораций «Росатом» и концерт «Росэнергоатом» за искреннее участие в судьбе Десногорска и десногорцев, за максимально ответственный, эффективный подход к решению проблем города смоленских атомщиков. В рамках концерта состоялось награждение победителей отраслевого конкурса «Атом рядом». Участники – жители разных регионов России. Представили на суд-жюри видеоролики, посвященные атомной энергетике. Победители получили возможность совершить тур по предприятиям «Росатома». В рамках одного из этапов тура 28 сентября они посетили Смоленскую АЭС и Десногорск. На сцене из уст участников звучали поздравления атомщикам и стихи, которые они посвятили Десногорску. Мне сегодня выпала большая честь поблагодарить вот этих замечательных ребят, которые своим творчеством, своим умением и желанием показать безопасность атомной энергии сделали такие великолепные вещи. И мы, когда смотрели на их творчество, мы понимали, что даже в тех городах, где нет атомных станций, где нет производства, связанного с атомной энергетикой, люди знают об этом, знают, что такое мирный атом и ценят этот мир. В рамках концерта также состоялся телемост «Перекличка городов». В онлайн-формате встретились друг с другом атомщики всей страны – от Билибина до Полярных Зорь. Во время пятичасового эфира жители Атомградов, работники предприятий госкорпорации и первые лица компании поздравили коллег и делились планами на будущее. Также в эфире транслировались сюжеты обо всех Атомградах и живущих в них людях. В эфир телемоста и студии в Десногорске вышли генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, заместитель губернатора Смоленской области Константин Никонов и участник проекта «Десять песен атомных городов», работник Смоленской АЭС Владимир Платонов. 28 сентября стало для десногорцев настоящим праздником, о чем в один голос заявили все зрители, собравшиеся на концерт. Праздник действительно очень значим в нашем городе, потому что он объединяет людей, как в городе, так и полностью «Росэнергоатом». Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Более 200 десногорцев и жителей окрестных сельских поселений приняли участие в торжественном открытии мемориала «Поклонный крест», установленного на месте боев 109-й танковой дивизии в 3-х километрах от села Богданово-Рославского района. «Мы помним историю, знаем ее. В то время, каждый день, каждый день, сутки, которые выигрывали здесь, на нашей Смоленской земле, он позволял укрепить оборону под Москвой. И вот бойцы 109-й танковой дивизии, которые жизни положили здесь, они выиграли почти месяц, так необходимой нашей Родине. «Дорогие друзья, мы обязаны помнить историю нашего государства, не просто помнить сами, но и передавать эту память, эти знания подрастающему поколению. И только народ, который знает, чтит свою историю, подвиг своих предков, этот народ победить невозможно». Поклонный крест был установлен при поддержке Смоленской АЭС еще в октябре 2018 года. В 2020 году Совет ветеранов Смоленской АЭС победил в конкурсе фонда АТР-АЭС с проектом благоустройства территории вокруг Поклонного креста. На выделенные концерном Росэнергоатом средства в размере более 530 тысяч рублей была отсыпана площадка, сделан пьедестал под поклонный крест, установлена подпорная стенка, тематическое ограждение. Ранее вокруг памятного знака силами ветеранов Смоленской АЭС посажены 50 молодых елей. «Ветераны не остались равнодушны, и когда узнали исторические документы битвы 109-й танковой дивизии, вышли с предложением установить памятный знак в честь этого события и в память о погибших тяжелых боях за освобождение Смоленщины». В преддверии дня освобождения Смоленщины и юбилея атомной промышленности в столовой АБК Смоленской АЭС прошла выставка продажи кулинарных и кондитерских изделий. «Коллектив столовой номер один Смоленская АЭС-сервис поздравляет сотрудников Смоленской атомной станции и также всех подрядных организаций с 75-летием атомной промышленности. Желаем вам безаварийной работы, мира всеми, всего самого доброго». Оригинальные блюда, холодные закуски и салаты в ассортименте, разнообразие выпечки и кондитерских изделий, а также многие другие изыски представили на суд посетителей повара Смоленской АЭС-сервис 24 сентября. Попробовать блюда из праздничного меню собралось немало желающих. Персонал атомной станции и подрядных организаций, которые всегда с нетерпением ждет такие события, давно ставшие традицией. «Это всегда очень приятно и очень любопытно попробовать». «Пожелания есть какие-то к работникам столовой?» «Нет, они всегда вежливые, всегда веселые, нам всегда с ними приятно». «Мы проводим спецоценку по всем предприятиям России уже более 15 лет. Что касается столовой на Смоленской станции, я считаю, что аналогов просто нет в России. Хороший праздник и хорошие традиции. Но ваша столовая отличается еще тем, что у вас каждую неделю какой-то маленький праздник. Там день на одной кухне, там день на другой кухне. Поэтому этот праздник является еще дополнительным украшением вашей столовой». Коллектив столовой подходит к организации вкусных подарков с особым энтузиазмом. С любовью подобранные блюда для меню, украшения, расписные пряники и поделки из овощей и фруктов в технике карвинг поднимают работоспособность персоналу, оставаясь в памяти надолго. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok